Микс Ньюс Утро на балконе Доброе утро еще раз. По-прежнему в этой студии Анастасия Смоловская, Абик Элкин, только гость у нас. Следующий уже экс-мэр Риги Олег Буров. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Может быть, такой вопрос в продолжении. Вот у нас был предыдущий эксперт, он больше, конечно, говорил о безопасности в таком глобальном масштабе. Но мы все-таки поговорим о Риге, где проживает большая значительная часть населения Латвии, больше половины ВВП. Пока не мере так было до кризиса. Вот все-таки хочется поговорить о том, есть ли вообще у нас план Б, потому что эпидемиологи и инфекционисты пока не мере все в один голос говорят, что вторая волна, видимо, вторую волну коронавируса не избежать в октябре-ноябре, она может начаться, при том это все будет параллельно с гриппом идти. Это один аспект, но может быть он больше медицинский, но надо же думать и о готовности вообще всех служб к такой второй волне кризиса. И еще один вопрос, который возникает параллельно, даже если не будет этой второй волны, очевидно, что экономика так быстро от такого мощнейшего удара не оправится. Надо думать о каких-то мерах кризисной поддержки после того, как чрезвычайная ситуация закончится, в том числе в Риге. Мы будем надеяться, что выборы состоятся и временную администрацию все-таки заменят законные представители рижан. Вот какие мысли у вас по вот этим двум аспектам? Я думаю, что на самом деле не видно сейчас, незаметно, что у правительства есть этот план «Б». Об этом говорилось, по-моему, на прошлой неделе в Сайме. Вот как раз ваш предыдущий гость, господин Берманс, говорил о том, что такого плана нет. Я полностью согласен. Я этого не вижу. И, естественно, об этом нужно говорить и готовиться сейчас. Есть много областей, на самом деле, которые сейчас уже пострадали, которые не начнут в достаточной мере работать. И если будет эта следующая волна, да, я не хочу никого пугать, но, понимаете, сейчас все это началось в марте, апреле, стало теплее. Весна, как всегда, весной любого человека. Это новые надежды, какое-то настроение более позитивное. Сейчас лето, естественно, что вполне понятно, что у людей ситуация, у многих, будет довольно сложная экономическая ситуация. Она, на самом деле, очень непростая, но летом легче, опять-таки, в плане продуктов. Это овощи, фрукты, все это гораздо легче. Отопления нет. Отопления нет. То есть, объективно, наша жизнь летом всегда дешевле, чем зимой. Но вот если наступит осень, и осенью рано темнеет, и мы больше становимся такие угрюмые, да, и больше проблемы, включено отопление, и вот это все. И если к этому, ко всему подойдет еще новая волна вируса, и вот это еще раз накатит, то, конечно, будет довольно трудный период. Период как в финансовом плане, так и, почему я об этом говорю, в психологическом плане. Это все, и поэтому это может быть больше депрессий. Об этом, естественно, нужно говорить. Ну, сейчас ни нам здесь студия, ни мне. Об этом нужно думать медикам, да. Но к этому нужно готовиться. Из тех областей, которые вряд ли сейчас удастся запустить, и они, конечно, ждут очень серьезно, что произойдет осенью, это весь гостиничный бизнес. И если у нас вот этот лавку туризм, да, где-то по Латвии, там говорят, этот сельский туризм, там все номера зарезервированы, говорят, на лето на это будет спрос, ну, как, впрочем, и всегда, то я думаю, что надежды на то, что в Ригу будут приезжать туристы, нет практически никаких, да, и никакие чудеса не произойдут. И люди, я думаю, так или иначе будут опасаться приезжать куда-то, поэтому это надо рассчитывать. То, что касается кафе, ресторанов, да, что-то начнут ходить побольше, но, опять-таки, вряд ли это будет центр Риги, вряд ли это будет старая Рига, поэтому надо готовиться, что это будут довольно серьезные времена. Что нужно делать? Ну, например, я думаю, что всегда, как вы знаете, город Рига занимался организацией бесплатных курсов латышского языка. Это, безусловно, очень правильная программа, ее нужно продолжать, и мы знаем, что вот эти места на этих курсах заполняются довольно быстро. Мне кажется, нам нужно еще, кроме этого, дополнительно финансировать, открыть еще одну программу по переквалификации, потому что сейчас, нравится или нет, объективно надо признать, мы вступили в тот период, ну, скажем, такой ускоренной дигитализации, да. До этого многие из нас не знали, что такое Zoom, не знали какие-то другие программы, да. Сейчас начали активно этим пользоваться, совещания все проходят отдаленно. Ну, родители же теперь учатся вместе с учащимися. Ну, родители вообще, родители вообще, это, ну, да, это я понимаю, я вижу тоску в ваших глазах, когда закончится этот учебный год. У меня, Табик, то же самое, да. Мы узнали много, наши дети, наши дети тоже поняли, особенно зависят от школы, если есть школы, которые работают в одной программе, какие-то школы работают в разных программах. Но это, опять-таки, это уже другой разговор, вот, ну, о школах мы поговорим в образовании немножко попозже, да. Но факт тот, что понятно, что сейчас, если ты хочешь найти работу, быть более конкурентоспособным, тебе нужно быть на «ты» с компьютером, да, изучить программирование какое-то, хотя бы какие-то основы. Поэтому я думаю, что здесь обучение надо проводить. Естественно, это функция «главное государство», но если это государство в полной мере оказывать не будет, а этого никогда не будет достаточно, я думаю, что самоуправлению тоже нужно взять на себя эту функцию. Фактически, ну, мы об этом говорили и думали еще до кризиса, потому что, ну, то же самое, та информация, которая прозвучала о том, что в Латвийской железной дороге будут сокращения. Это люди, которые очень честно, хорошо, успешно работали. Сейчас они оказываются без работы. Это они могут работать, они в том состоянии, в том возрасте. Они могут и должны работать, да, вопрос где. Поэтому вопрос квалификации, он очень важен, да. Есть такая статистика в Латвии, что самая высокая зарплата в Латвии у людей, у которых возраст 42 года. Если они работают в международных компаниях, то 39 лет, а где-то в возрасте 52-54 лет люди получают такую же зарплату, как получают, например, 29-летние, молодые люди. То есть идет на понижение, да? Да, и получается следующее, что тебе 52-54 года, ты вполне... Работоспособный. Ты физически сильный, ты можешь еще работать, еще работать долгие годы, а твоя работа не оценивается соответствующим образом. И это у людей возникает, конечно, вызывает негативную реакцию, вызывает, ну, фактически, вызывает всякие разные негативные факторы. Поэтому причина в том, что не все мы, это вот сейчас это поколение, да, которому, ну, в принципе, я принадлежу, да, которое на смене вот всех, смене власти, всех ситуаций, да, вот этой большой дигитализации. То есть, ну, мы те люди, которые в свое время не знали, что такое, не было никаких ни мобильных телефонов, ничего, не все сумели этому всему обучиться, и поэтому трудно, да. Потом, через какое-то время, это все выровняется. Это все выровняется. Но сейчас это есть проблема. Поэтому, конечно, вот это обучение, переобучение, помочь этим людям, это очень важно сделать и государству, и самоуправлением. Потому что такие люди, когда они не находят отклик у государства, у государственных мужей, ну, конечно, они негативно на все это смотрят, это вполне оправданно, да, это очень плодотворная почва для каких-то популистских партий, движений, которые говорят все очень просто, там мы сейчас все очень просто решим. Эти люди туда инстинктивно двигаются, потому что они не находят отклик у тех людей, которые сейчас у власти. Поэтому в данном случае это нужно сделать. Естественно, мы о многом говорили, это льготы и по аренде, и по налогам. Нам нужно смотреть. Мы говорили уже о том, что нужно, естественно, и стимулировать то, чтобы в Латвию приходили инвестиции, потому что есть сейчас такая тенденция, я считаю, что большие бизнес, такие центры, которые находятся сейчас в Лондоне, это по оценке международных фирм, которые специализируются по недвижимости, они сейчас ищут какие-то другие места, потому что при второй волне кризиса, учитывая концентрацию населения, например, в том же Лондоне, нахождение там твоего офиса становится довольно опасным. И поэтому они ищут какие-то другие места. Рига может быть одним из тех мест. И не надо думать, что сейчас вот то, о чем мы говорили, что вот дигитализация, мы работаем все на отдаленке, например, айтишные компании, им не нужен будет офис. Нет, им все равно нужен будет офис, потому что одно дело… Хотя бы один небольшой. Им нужен офис, они должны все равно вместе говорить, когда ты общаешься только вот через экран монитора, но это не способствует такому развитию, когда собираются, говорят, получают вместе задания, решают. Поэтому это останется, это все останется. Поэтому нам тоже нужно сейчас, например, для этих международных компаний подготовить свое предложение. Что нам предложить, чтобы в Риге было выгодно, например, им инвестировать миллионы, строить, перевозить свои сюда бюро? Потому что важно только начать международного такого уровня компания. Им пришла одна компания, Вильнюс, потом за ней пришли другие. В данном случае у нас здесь абсолютно такое тихое сонное царство в Риге. Поэтому важно очень, что это может быть. Это могут быть какое-то стимулирование в налогах, что если ты сюда строишь, здесь создаешь какой-то офис при каком-то количестве работников или при каком-то наличии инвестиций, то у тебя идет льготное, например, налогообложение. Потом, что очень существенно мы можем обеспечить, если мы говорим, например, про какой-то новый район. Например, возьмем с Канста. То почему нам не провести к земельному участку сети, например, воду, отопление не подвести, не отремонтировать. На своем участке пусть они все делают сети сами. Но мы говорим, что это наш вклад города в развитие инфраструктуры. Поэтому такие вещи важны. Но если опять-таки вернуться к плану Б на более такие конкретные вещи, это образование. Нам очень важно сейчас знать, как мы встретим с вами 1 сентября. Это самое большое вопрос. Дети наши, мы купим им гладиолусы, они куда их подарят, куда их возложат, и что будет дальше, да, и как мы будем это все праздновать. Может быть, часть из нас охотно бы узнали бы такую новость, что вообще будут круглосуточные школы, чтобы можно было отдать отдохнуть. Но если говорить серьезно, это очень важно сейчас, потому что если останутся 2 метра, если останутся до ожидания вот этой двери другой волны, да, вот эта социальная дистанция, мы понимаем, что это будет. Школы не могут учиться там в 2, в 3, в 4 смены. Это нельзя, это не приемлено ни нам, ни родителям, ни учителям. Ну, поэтому появились последние несколько недель такие заявления о киберобразовании. О нем говорят. Что такое киберобразование? Это образование, когда у вас ребенок будет учиться как дома, так и будет ходить в школу. Вот я, например, говорил на выходные с одним из директоров школ, большой школы, ну вот у них подготовлен сейчас план обучения, во-первых, модулями. Что значит модуль? Это когда у вас идут спаренные уроки. Ну, например, там 4 математики сразу же. То есть за 3 месяца, грубо говоря, один предмет освоили? Нет, может быть, не один предмет, но вот вы его не растягиваете там на 2 недели, вы сегодня занялись, например, у вас там в неделю 4 математики, а вы решили вот за один день, да, потому что цель какая? Чтобы классы не ходили из одного помещения в другое, что вот этот класс сел в этом помещении, и модуль дезинфицирован, обработан, вот вышли. Потом закончился этот блок занятий, они вышли погулять, здесь сразу возникает вопрос, куда они вышли погулять. Если, например, в одних школах есть большая территория, они вышли погулять, то есть такая школа, ну, например, как 40-я школа, да, на Тербатес, то ты там сильно не разгуляешься никуда по Тербатес, будешь ходить туда и обратно, да, там нет вообще двора, да, и это проблема для школ, которые находятся в центре города. Дальше погодные условия. Ну, тоже в ноябре там, учитывая нашу погоду, дождь, ветер, снег и холодно, пока ты оденешь, ты выйдешь. В мае, к примеру. Ну, да, ну и сейчас тоже, сегодняшний май, он гораздо холоднее, чем предыдущие месяца, да, поэтому это тоже вопрос. Дальше, где они будут раздеваться, общий гардероб, как они будут кушать? Мы говорим, там, бесплатное питание, такое, вообще, как они будут кушать, когда эти толпы народа, то есть, ну, я по роду своей работы очень много ходил в школы, и когда ты заходишь в школу, вот эта толпа, масса детей несется, ну, это такое абсолютно броменское движение. Какое там социальное удаленное, дистанцирование. Да, то есть, там, как они вообще там не сбивают друг друга, это людям, которые туда зашли, непонятно. Поэтому, что я хочу сказать, это все надо смотреть, решать и получать следующее. Вот, например, со слов того же директора школы, тогда начальная школа одну неделю будет ходить в школу три раза в неделю, другую неделю четыре раза в неделю. Для того, чтобы, ну, на самом деле обеспечить весь процесс. Это, я не могу сказать, что это та вещь, которая может устраивать всех, потому что по закону мы не можем детей оставлять тоже одних. До 12 лет ребенок может быть дома, насколько я знаю, при наличии взрослого. Сейчас мы отсидели со своими детьми, потому что мы все ушли на отдаленку. Если все это начнется, там, в сентябре, в октябре, и в конце концов, ну, этого, дай бог, чтобы этого вируса не было, а какое-то время вот такая ситуация останется, а кто будет сидеть с этим ребенком? Поэтому это все довольно, довольно сейчас трудные вещи. Дальше нужно обязательно проанализировать количество портативных, ну, планшетов. Компьютеров, да, мы знаем, что собирали даже дети. Есть или нет, да, дать им возможности. Может быть, лучше всего, чтобы это были портативные, потому что он может брать с собой и в школу, и домой. Ну, как учебник, всегда с тобой. Абсолютно верно, абсолютно верно. И потом, ну, согласитесь, что так или иначе, это тема будущего, что мы перейдем к тому, что у нас не будет ранца с большим количеством учебников, да, а будет планшетник, с которым мы будем ходить. То есть, наверное, так оно и будет. Это вопрос времени. Поэтому к этому нужно подготовиться. Опять-таки, учителя, готовы они или нет. Потому что есть семьи, у которых там мама, она учительница, у нее двое детей. И она же мама. И стоит в очереди, да, и она мама, и она учитель, да, и стоят в очереди к тому же компьютеру. Поэтому это тоже нужно все узнать. Дальше взять передовой опыт у передовых школ по обучению сейчас. В каких они профилях работали, что это, да, насколько это успешно. Вот пошли больше и больше такие слова, которых мы и знать не знали полгода тому назад. Виртуальный урок. То есть для нас это была абсолютно какая-то виртуальная непонятная тема. Сейчас это все становится реальностью. Поэтому сейчас за лето нужно весь этот опыт обобщить, обучить, чтобы все это начинало проходить. Потому что сейчас есть проблемы. Каждый из нас, я уверен, вот, ну, например, я бегу, и у вас дети, вы где-то забываете, смотрите, у вас стоит НВ, что-то не сделали, потому что где-то что-то не нашли в какой-то программе, там кого-то, рассказы о каком-то там ринском полководце куда-то забыли отослать, и потом лихорадочно вся семья ищет. И так жить без полководства. Да, да, да. Я вас слушаю, радуюсь, что у меня ребенок в первый класс вот-вот должен идти, но в связи с этим у меня тоже вопрос сейчас, комплектация первых классов начинается. Как их можно укомплектовать, если пока непонятно вот это количество детей? Как это можно укомплектовать? Второй раз, первый класс. Ну да, и сейчас возникает еще один вопрос. Мы знаем, все время нам говорят, нужна реформа образования, оптимизация школ. Ну, все время нам говорят, ну, скажем так, пугают о том, что если вы хотите поднять зарплату учителям, нужно меньшее количество школ, что очень много школ, которые полупустые, эти учителя зачастую, чтобы выработать свою ставку, там бегают в несколько школ, да, а нужно провести оптимизацию школ. И об этом все время идет речь. Вот что сейчас оптимизировать и сделать эти школы с большим количеством учеников, вот как сейчас делать? Очень много вопросов, которые сейчас непонятны, но и в конце концов надо смотреть то же самое, дезинфекция помещений. Да, мы сейчас говорим, все классы должны дезинфицироваться. У меня первый вопрос о том, кто-то во все это время будет учитывать то, что мы все очень аллергичные. Как мне сказал товарищ о том, что у меня аллергия на кошек, это знает вся страна, да, благодаря Кузе и Моррису, да. Но если говорить серьезно, да, аллергичных людей очень много, детей аллергичных много. То есть, ну, например, у меня и взрослая дочь, и вот школьник, сын, он тоже, они тоже аллергичные. Это аллергия может быть не только на цветение, это на какую-то химию, которая, естественно, будет обрабатываться. Дезинфекция, это надо смотреть. Это все очень такие серьезные вопросы. И здесь главное, нужно найти баланс, который нам объективно, я думаю, сейчас во всем мире тоже найти, где мы поднимаем панику, а где мы на самом деле должны смотреть реально. Потому что мы не знаем, мы многие вещи не понимаем. У нас есть рассказы о том, что происходит в мире. У нас есть там пример Белоруссии, у нас есть какие-то абсолютно другие примеры. То, что происходит в России, где стоят большие очереди скорых, где говорят, самое главное, не попасть в больницу, потому что все это происходит трудно, да, и на самом деле, когда от этого вируса умирают абсолютно здоровые люди. Все это очень непросто. И вот как это все соизмерять, да, поэтому вот такой период. Если мы говорим вообще вот о таких вот посткризисных мерах, и, может быть, сразу забегая вперед о том, чем должна будет в первую очередь заниматься вот новоизбранная Кридическая Дума, которая в сентябре, надеюсь, приступит к своим обязанностям, вот сразу возникает несколько моментов. Во-первых, мы помним кризис 9-го, ну, 8-го, 9-х годов, где даже было такое количество безработных, в том числе, кстати, и в Риге, хотя там было процентуально меньше, но тем не менее, когда вот организовывались общественные работы. Не исключено, что, может быть, и сейчас вот эта армия безработных в Риге тоже надо будет как-то эту проблему решать. Естественно, да. Ну, вот если мы говорили с вами в начале первой части таких больше, скажем, теоретических вопросов, то вполне конкретные вещи, которые нужно будет сделать, если мы возвращаемся в Рижскую Думу, Дума будет, выборы пройдут 29 августа, соответственно, где-то выборы руководства Думы и депутата начнут работать во второй половине сентября. Самое главное – это бюджет. Это бюджет города, который нужно будет обсуждать и принимать. Мы прервемся коротко на минутку и вернемся через минуту. Цену Клуб с ЛВ На садовые декоративные светильники скидка 30%. Во всех магазинах Цену Клуб с ЛВ только до 31 мая. Более чем 200 разных ламп для сада и двора. Покупай и на www.цену.клуб.с.лв. Закажи, оплати счет и получи заказ в пункте выдачи на улице Резакнес-3. Цену Клуб с ЛВ Все новейшие научные открытия на службе красоты. Клиника эстетической медицины Art of Beauty на Антониес-12. Номер администрационного округа клиника эстетической медицины Art of Beauty 0100-016-33. Утро на Болткоме. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Олег Бург у нас в студии, экс-мэр Риги, один из лидеров партии «Честь служит Риги». Мы уже начали говорить о тех практических вещах, с которыми столкнется городские власти. Это действительно возможно большое количество безработных. Притом им надо будет передвигаться и ехать на рабочие интервью. Если будут такие очные интервью, опять-таки тратить деньги, возможно, последние на общественный транспорт. Это один аспект. Вторую информацию тревожную, на которой нам мимикают аудиторы, что пора от муниципальных предприятий избавляться и все пускать на приватизацию. Кстати, во время кризиса всегда возникает такой соблазн. Мы помним и в 90-е годы, и в 2000-е, как кризис качат. Что бы нам продать? Вот по этим вопросам давайте пройдемся. Можно смотреть, конечно, что можно продать. Я думаю, что в Риге не так много осталось того, что можно продать. Потому что есть много того, что нельзя продавать. Что нельзя продавать и нельзя продавать никогда. Если говорить о предприятии, о котором, я понимаю, что речь идет о РНП, Рига, Снаму, Парвел, Некс. Ходят слухи о других предприятиях. Да, получилось, получило руководство Думы заключение аудита. Я лично этот аудит, как эта информация закрытая, поэтому у меня заключения аудита нет. Я просто знаю в общих разговорах, что, конечно, он довольно такой негативный. А вообще это задача аудиторов, извините, что вас сперва, его вообще делать такие политические заявления? Если я что-то понимаю в аудите, все-таки их задача аудитировать, а не высказываться о том, что надо. Я думаю, что они подготовили это не политическое заявление, наверное. Понимаете, как функция самоуправления, функция обслуживания зданий, и особенно если мы говорим о том, что многие здания, мы приватизировали свои квартиры, там не осталось рижской никакой городской доли. Например, многоэтажный дом, там все квартиры приватизированы. Это не функция самоуправления обслуживать, это реально частная собственность. Это не функция самоуправления. Поэтому во многих странах, в том числе и на постсоветском пространстве, вот это ЖКХ, как говорится в России, вот это уже во многих странах, во многих городах, это отдали в частные руки. У нас в Латвии тоже есть города, где это обслуживают частные лица. То есть, ну, например, это Юрмала. Нужно ли говорить об этом сейчас в Риге в данное время о данном предприятии? Ни в коем случае нет. Ни в коем случае нет. Потому что сейчас, ну, это далеко не самое главное. Самая главная цель аудита, все-таки, ну, я будучи мэром, именно и это постановление Думы принималось, когда я был мэром, и когда я убрал предыдущее руководство РНП за потерю доверия, поставив вот временное руководство, я им сказал, вам нужно сделать, быстро сделать три вещи. Первое – это полностью проконтролировать, полностью работать, сотрудничать с аудиторами, чтобы он был на самом деле полный, глубокий аудит, потому что предыдущее руководство делало все, чтобы протянуть резину и как можно позже объявить этот конкурс на поиски аудитора. Все уже другие предприятия все закончили, они все собирались, никак все тянули, потому что они понимали, что заключение аудита будет для них абсолютно невыгодным. Это первое. И второе – я сказал, что временное правление должно быстро все подготовить, объявить конкурс на совет и на постоянное правление. И, в принципе, я сказал, вам нужно работать где-то от, ну, где-то 3-4 месяца. Ну, вот они проработали больше полгода, мне жаль, что этот конкурс вот только, наверное, сейчас будет объявляться или в ближайшее время. Ну, вот заключение аудита получено. Понятно. То есть, там понятно, мы же прекрасно понимаем, да, я достаточно много говорю с рижанами, владеют информацией. Конечно, мы говорим о том, что нехозяйственное, неправильное было действие руководства или тех людей, кто руководил этим руководством, официально, неофициально, там какие-то были бойцы невидимого фронта, кардиналы серые, да, вот это все нужно, естественно, проверить. И поэтому я обратился с призывом, чтобы заключение аудита передать в Генеральную прокуратуру, потому что я думаю, что там многие вопросы, многие процессы нужно проверять правоохранительным органам. И мы, рижане, прекрасно это знаем. Это подозрительным, сильным удорожанием проведены многие строительные работы. Очень у многих жильцов претензии на то, что все услуги, которые оказывала РНП, были гораздо дороже, чем они есть на рынке. Это те же, та же ситуация с теми же лифтами, когда провели свои все действия правоохранительные органы, госполиция несколько месяцев тому назад по лифтам. Это многие вопросы, которые возникали в самом... Кто не обслуживает, да, в итоге. Да, очень много вопросов, которые появляются, да. Но если мы говорим, например, про Силтум-сервис, много вопросов появлялось в самом начале. Сейчас, кстати, последний год, последние пару лет к Силтум-сервису, как к работе, как к работе вот этих людей, которые конкретно работают, претензий, между прочим, нет. Но есть вообще вопросы концептуальные по самому договору, что нужно было делать, как он появился, когда. То есть там тоже нужно все это проанализировать. Вот сейчас то, что они делают, кстати, говорю с рижанами, претензий нет. То есть они быстро приезжают, проверяют, в этом смысле ситуация улучшилась. Ну и есть очень много других моментов. Например, у каждого дома есть фонд-фонд накопления. За счет него делаются многие ремонтные работы, да, и фактически об этом сам дом не знает. Ну и самый главный принцип, это уже, я говорю, ну такого не криминального характера, а именно отношение к людям. Ну такое, извините, грубое слово, такое скотское отношение к людям со стороны РНП, со стороны бывшего руководства РНП. Как это было все организовано? Нет ослабленной роль участков. Вот эти участки, эти так называемые ИЦР. Куда люди чаще всего и обращаются. Куда они и обращаются. Они не должны ехать на прием к председателю управления РНП, там, как к царю-батюшке, там, начака в этот их дом. Они должны обратиться где-то по месту жительства, как они привыкли, да. Там нет юриста, там нет экономиста. Даже вот очень хорошие, уже с хорошим стажем понимающие хозяйственники, вот эти начальники участков, они разводят руками и говорят, а у нас нет никаких функций. Вам нужно поехать в руководство, вам нужно поехать в руководство, да. Ну то есть структура была организована абсолютно неправильно. Она не была организована, это, ну это какие-то избитые слова я говорю, но так оно и было. Она не была организована для людей, да. Поэтому, чтобы успокоить многие дома, было сказано, ну вы не верите нашим строительным работам, ну давайте сами ищите строителей, сами организуйте ремонтные работы за счет своего накопительного фонда. Ну и на самом деле многие дома сделали старших домов, они сами начали организовывать эти ремонтные работы. Многие делали их очень успешно, честно, а многим не повезло, потому что пришли строители, которые увидев, что противоположной стороны стоят люди, которые ничего не понимают в строительстве, сделали эти работы некачественно или тоже с удорожанием, или применили не те материалы. Не было достаточного контроля. Но руководство РНП это устраивало, потому что в то время, когда отдельные дома занимались активно освоением своих денег с фондом накопления, они крутили миллионы с ненормальным удорожанием и делали это все сами. Поэтому здесь очень много всяких моментов, которые… Одни миллионы прямо застряли в банке, которые по чьей убозе, да. Миллионы застряли в банке, мы об этом… Никто деньги не вернет, я так понимаю. Мы об этом говорили, естественно, мы это все понимаем, да, и поэтому это выглядело смешно, когда в прошлом году они говорили, мы там еще письмо одно запросили, второе письмо, да. То есть, ну, в принципе, все это нужно проверить, и мне абсолютно, я считаю, правильно, что это нужно проверить правоохранительным органам. Говоря сейчас о продаже, ну, что продавать и зачем продавать, да, в данном случае нам нужно вернуть, вот нашему муниципальному мероприятию нужно вернуть кредит доверия, кредит доверия к жильцам. Второе очень главное, что нам нужно думать, как мы вообще будем, эта задача, я уверен, следующей думы, как мы будем восстанавливать свой жилой фонд, потому что просто сказать, извините, это ваша квартира, как там было старое выражение Лужкова, ваши шпроты, ешьте сами, да. Нет, это не подойдет так, да, потому что нет возможности у людей, например, многоэтажному жилому дому объединиться, собрать деньги и отремонтировать свой дом. Нет возможности, у нас очень много людей, живущих в этих многоэтажных жилых домах, это социальные категории люди, да, это пенсионеры со своей небольшой пенсией, это люди, которые, ну, находятся в непростой финансовой ситуации, нам нужно им помогать. Какой это механизм? Есть ряд идей, о них нужно говорить, но здесь очень важно говорить вместе министерству, в данном случае это или министерство экономики, или это министерство регионального развития, и говорить Рижской думы. Так, здесь нужно обязательно найти вот этот рецепт, это должны быть европейские деньги, должны быть европейские деньги с софинансированием, как это взять от жильцов. Ну, в принципе, это может быть одна из идей. Следующее, происходят эти работы, жильцы продолжают платить старую цену за отопление, а вот этот эффект после программы по энергосбережению, например, на 30% будет дешевле реальные счета за отопление. Они будут идти на, да, как компенсация за то, ну, вот как софинансирование жильцов. Это ведь относится еще, тоже я понимаю, что это проблема государства, не Рижской думы, но ведь годами решается эта проблема, где вот земля под многоквартирными домами принадлежит третьим лицам, да. И сколько говорили о том, что государство могло бы поучаствовать, помочь выкупить землю, да, но ничего не происходит. Да, то есть мы же знаем, это исторически, с начала 90-х годов лобби частных владельцев земли, оно довольно сильное. По-прежнему, да. Оно довольно сильное, в этом смысле, вот, я слышал, что у вас на прошлой неделе была Наталья, я была в студии, да, она говорила тоже на эту тему. Даже акцию какую-то начинала. Да, абсолютно правильная вещь, да, то есть люди, мы же тоже понимаем, только часть из них есть исторические владельцы земли. Очень многие, как бизнес, это фирмы, это физические лица, юридические лица, которые за копейки купили эту землю и сейчас получают нормальную аренду, ничего туда не вкладывая. Мы едем по внутриквартальным дорогам, которые находятся на этой территории, на их земле, они все не отремонтированы, они ничего не делают, они ничего не вкладывают. Они говорят, что это не моя, вы сами отремонтировали, да. И вот такая ситуация, поэтому, конечно, это была большая ошибка, что землю под домами, жилыми домами, построенные в советское время, вернули владельцам земли. Нужно было им давать компенсацию, да. А сейчас, даже вот предложение пару лет тому назад, давайте ограничим, сделаем вот эти гресты, потолок по кадастровой, по аренде земли, вот сколько нужно платить этим владельцам земли, это сразу же в конституционном суде не прошло. Нет, их защитили, сами принял закон, они спорили это в конституционном суде, и суд признал решение, нет, там ограничение не может быть по кадастровой стоимости. Поэтому, да, это еще одна очень большая проблема. Фактически, если мы говорим о городе в целом, я считаю, что это самая большая проблема, потому что основное количество людей живет в таких домах. Ну, например, Ригас-Намо Парвалникс, вот о котором мы говорим сейчас, обслуживает 4000 домов. Частные фирмы обслуживают, конечно, гораздо меньше. Хорошо, если там кто-то обслуживает 1400 домов, но гораздо меньшее количество, то есть они явные монополисты. Да, может быть, еще такой вопрос, который невозможно не задать, это действительно решение в микрорайоне. Мы в прошлый раз уже буквально обозначили эту тему, вот эти вот парковки или паркинги между домами. Мы видим, что зачастую машины просто негде держать, и не в каждом микрорайоне есть поблизости какая-то частная стоянка платная. И люди в дворе, да, вот как могут с левой стороны и с правой, и не проехать ни спецтранспорту, ни с коляской не проехать никак. Объективно это связано с тем, что когда проектировали и строили эти районы, ну, например, старые районы строили, да, в 60-е, 70-е, там, года и позже, количество машин на человека, нормы тогда были гораздо другие. И машины были гораздо меньше в размерах, да, Запорожец, он, вот, конечно, он похож на мини, но нормативы были другие. Это первое, да, поэтому жалко, например, ну, в мире, в мире это проблема во многих городах. Есть в мире один, наверное, город, это Бразилия, в стране Бразилия, где в 60-е годы архитекторы создали шестиполосное движение на улицах, где громадные территории, но он сейчас так и выглядит тоже, вот, громадное там расстояние по километру между домами. Ну, это такой единственный удивительный город, который учат все молодые архитекторы, изучают опыт градостроения. Что здесь реально можно сделать? Нужно, конечно, искать куски земли, потому что многие дома, многие жильцы, когда приватизировали свои квартиры, они приватизировали вместе с землей, если эта земля была городская, и она была присоединена этому дому. И поэтому много таких внутриквартальных территорий, это является уже ваша собственность. Вам здесь нужно решать вопросы, конечно, смотрите, здесь появляется зачастую конфликтная ситуация. В некоторых местах можно ликвидировать зеленую зону, уменьшить ее количество, размеры, сделать там стоянку. Ну, и здесь получается так, часть жильцов, я говорю по своему опыту, говорят, мы здесь хотим сделать автостоянку, часть говорят, нет, ни в коем случае, вы ликвидируете зеленую зону. Есть такая ситуация, где этой зеленой зоны реально уже нет много лет, там просто земля, песок, и там становится машина. Я думаю, что надо смотреть по многим таким моментам индивидуально, можно увеличивать и создавать такие кармашки. Если мы говорим о городской земле, городской земле во внутриквартальных таких территориях крайне мало. Есть территории, находящиеся в красных линиях, и я думаю, вот в таких территориях можно создавать. Они есть, они есть в золе туда, они есть и в других районах, да. Тяжелее, может быть, в Мештемсе, потому что там вся земля является частной, тяжелее в Куртемсе. Там тоже можно много довольно частной земли, но ее, безусловно, можно найти. Это должна быть такая программа, где делать такие вот кармашки, маленькие, хоть на 20, хоть на 30 машин, пусть будут такие небольшие паркинги, вот так называемые народные паркинги, но там оставлять машину. Может быть, насколько успеем обсудить, так вот время эфира быстренько подходит к концу, вот по поводу решения, громкого принятое в Сейме, которое обязывает все детские сады с 1 сентября 2021 года, кстати, в том числе и сесть в сады и в Риге, организовывать группы обучения на латышском языке. Вроде бы звучит с одной стороны, ну ладно, есть там, пускай будет и, не знаю, в саду нацменьшин, одна группа на латышском для тех, кто хочет. Но как это практически организовать? Да, вы правильно оговорились, идея была следующая, и предложение был как компромиссный вариант ввести это с 22 года. Это не прошло, это 1 сентября 2021 года. Опять-таки, можно принять любое решение парламенту, все зависит от одного, кто будет работать. Где будут эти люди, кто будет работать, да, я считаю, что нужно увеличить обучение латышским языком в русских, ну, будем говорить, не масоком-то, а вот в садик нацменьшин, говорим, так как есть, в русских детских садиках это можно сделать больше, активней, но это все зависит опять от людей, где эти люди, да, можно постепенно переходить, может быть, на какое-то там билингвальное обучение, да, но спрос есть, и, например, сейчас все последние годы, уже фактически с 9-го года, с 9-го года, да, ну да, с того года, когда мэром Балушаков все детские садики, которые открывались, были латышскими группами, русские группы не открывались, открывались билингвальные пару, пару единственных было групп, один садик открывался с билингвальным языком обучения. Вопрос, на самом деле, где эти люди, кто будет обучать? Поэтому, ну, как сказать, я не знаю, здесь должна быть определенная программа. Это попытка улучшить обучение на латышском или это атака на сами русские детские садики, потому что у людей именно такое ощущение создается в контексте всех этих бесконечных языковых реформ, которые затронули, кстати говоря, частные школы тоже, что особенно пикантно. Ну, мы же сами с вами прекрасно понимаем, кто это инициировал, это инициировало национальное объединение, они осуществляют свой план, да, первый такой план касался школ и, ну, те партии, которые об этом говорят, которые представлены в Сайме, у которых в другое время мнение, они не смогли это отстоять. Очень жаль, потому что можно громко, извините, я скажу довольно резко, можно громко сейчас говорить, кричать, писать в социальных сетях, такие-сякие, те партии, там, национальное объединение, которое это придумало, но вы представлены в Сайме, вы являетесь, как вы об этом хвалитесь, самой большой фракцией в Сайме, ну, ищите компромиссы, ну, добивайтесь, но сухой остаток тот, что те, кто об этом больше всего говорят на улице, громче всего говорят, они абсолютно ничего не добились в парламенте. Так оно и есть, поэтому я сейчас просто, сейчас закон принят, сейчас нужно сделать самое главное, чтобы весь этот переход и все эти движения, они не были резкие в этом смысле, то, что делает город Рига, то, что делает городской департамент образования, ну, он делает так, чтобы вот эти принятые решения, да, они их не могут бойкотировать, это закон, да, но в данном случае, чтобы они были продуманы, они были такие человеческие, потому что, ну, мы все понимаем, мой, например, сын ходит в школу, так называемую, как мы говорим, русскую школу, да, у вас тоже ходят в русскую школу, не просто нашим детям, и не просто нам, родителям, многие вещи им объяснить по учебникам латышеского языка, многие слова, особенно мы говорим о какой-то там, не, о какой-то, о истории Латвии, где какие-то выражения, я их ищу в словаре, они не переводятся, ты должен догадываться по смыслу, и очень многие вещи, ну, мне не совсем, я скажу, может, так примитивно, не совсем понятно, зачем это нужны нашим современным детям для того, чтобы узнавать язык, да. То же самое есть эта фраза, которую всегда говорили, ее никогда не надо забывать, что все-таки вот язык мамы, тот язык, на котором он родился и начал говорить, наверное, он должен быть в самом начале, дети бывают разные, есть дети, которым тяжело выучить, и по разным показаниям, все-таки, наверное, этот язык русский, он должен быть обязательно сохранен, да. Во что это выльется дальше, или в 12 садике, где 12 групп на русском языке появится одна группа латышская, ну, я не знаю, что это даст, я не знаю, что это даст, потому что если вы хотите своего ребенка, вы из латышской семьи, вы хотите своего ребенка отдать в латышский детский сад, я не уверен, что в русском садике отдадут ребенка в группу, где только одна группа из этого, а весь общий фон – это русские дети, да. Я не думаю, что это будет, по крайней мере, я знаю, и в своей жизни я знаю, когда были такие сады, вот латышские семьи мне говорили, мы ищем место, я им говорил, вот есть группа, где одна группа в русском детском садике, есть латышская, давайте туда ребенка, не, ну, мы не хотим, мы хотим, чтобы была вся среда вокруг абсолютно латышская. Я не знаю, как это будет, насколько это сейчас решение формально, неформально, во что это перейдет, как это выльется, да, но факт тот, что любые такие изменения, они очень тонкие, они должны ходить постепенно, резко сделать такие вещи, это абсолютно будет неправильно. Например, в том же, заканчивая тему о детских садах, в том же золе Туда, есть большая очередь, и мы знаем, на сады. Но эта очередь в основном состоит, если ее честно проанализировать, в русские детские сады. Готовы ли эти русские семьи отдавать своего ребенка в латышский сад? Не знаю, кто-то, вероятно, да, потому что нет выхода, нет других вариантов, а кто-то нет. Пора заканчивать, наверное, на сегодня. Пораду уже, может быть, и эту тему в том числе. В следующий раз, да. Экс-министр, экс-мэр, сегодня экс-министр, экс-мэр Риги, Олег Буров, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо нашим радиослушателям, Анастасия Смоловская и Абик Элкина, тем утром были с вами. Оставайтесь, футбольный клуб, разворот, социоантрополог, бывший министр образования Роберт Киллиз будет сегодня. Так что не переключайтесь, всего хорошего. Утро на Болткоме